Здравствуйте, уважаемые друзья! По вашей просьбе мы изготовим сейчас стример, очень-очень простой, и который практически можно изготовить при любых домашних условиях, независимо от того, какие материалы у вас, допустим, есть в наличии. Нам понадобится крючок, я взял изначально, так, чтобы он не совсем подходил, допустим, для нашего стримера, чтобы вы видели, что можно изготовить практически, ну, и не совсем из подходящего крючка. Желательно, чтобы он был у нас значительно короче. Это крючок для ловли бычка, то есть бычковый. Он имеет, как вы видите, такой своеобразный загиб. Почему я его уважаю, достаточно хорошо подсекается рыба. Подогнул с помощью зажигалки плоскогубцев себе колечко и огрузил обыкновенным листовым свинцом. Можно огружать и медной проволокой. Материалы будем использовать те, которые, допустим, есть у меня, а в процессе вязания вы уже будете выбирать то, что есть у вас. В качестве хвостика мы с вами будем устанавливать мех-писца. Натуральный, вот такой, белого цвета. При конструировании или же при изготовлении любого стримера необходимо учитывать основной такой момент, как движение его в воде. То есть, чтобы стример не крутило, не заваливался на бок. Для этого необходимо немножечко предполагать, как он себя ведет в толще воды. В данный момент, учитывая то, что у нас тело достаточно длинное, вроде бы должно быть хорошо стабилизировано, но, однако же, хвостиком, который мы сейчас с вами выберем длину, мы застабилизируем еще его значительно лучше. Значит, обычно в стримерах хвост изготавливает или половина длины, или равен длине нашего тела. За редким исключением, допустим, волейбагер и другие, изготавливается несколько больше. Но, учитывая то, что судак очень любит, когда хвостик у нас идет как морковка, и тело само такое прогонистое, я зачастую изготавливаю хвостик несколько длиннее, чем необходимо для нашего стримера. И, поверьте, я не проигрываю здесь ни в чем. Буквально совсем немножечко, возле свинца, вот так подхватили. Как вы видите, хвостик мы формируем на уровне жала, для того, чтобы мы не забирали полезное пространство при изготовлении нашего тела у загиба. Здесь мы должны еще с вами добавить, ну, совсем небольшую щепоточку меха-писа, крашеного, можно добавить красного, можно добавить оранжевого, можно вообще просто взять и подмотать, допустим, даббинг. Это уже не столь существенно. Важно то, что мы должны совсем немножко, небольшую вот такую щепоточку взять и добавить с одной и с другой стороны. они будут у нас, вот я беру целый вот такой пучочек, длина мне его позволяет. Подвожу вот так аккуратно поднить, чтобы мы уже более конкретно видели нашу середину. И, как вы видите, я поделил вот так пополам. То есть, то, что там ворсинки длиннее и короче, это большой роли не играет. И буквально вот так восьмеркой подхватил и теперь вдоль тела. Все. Наш красный мех сзади обозначил анальные плавнички. Точка прицеливания у нас уже для нашего хищника имеется. Остатки удалим. Как всегда. Совсем немножко добавим клея. Клей желательно использовать почти все время, так как у нас и щука реагирует на этот стример, и окунь. Если его изготовить на крючке номер 14-16, то реагирует и плотва. Я беру обыкновенный, плоский, слегка такой бракованный люрекс, как вы видите, он закручивается, но в воде он себя будет вести достаточно хорошо. Также, чтобы не заморачиваться, подвожу под нить, выбрал сколько мне надо длины. Она должна быть у нас совсем немножечко длиннее нашего хвостика, прядь. Закрепили, переломили пополам и закрепим с другой стороны. Подровняли, отрезали. И теперь я беру два свободных конца, которые у меня есть от люрекса, соединяю вместе и укладываю сверху уже четыре пряди, так как с вами мы уже возвращаться к нашему хвостику не будем, будем изготавливать тело. Чем больше, тем лучше. То есть щуку, вы знаете, блестящими элементами не напугаешь. Подхватили. Удалим с вами остатки. Как обычно, добавим опять немножко клея. И вот здесь я, можно использовать, ну практически любые, вот у меня есть вот такой кусочек, еще остался даббинга ультрафиолетового, когда мы с вами изготавливали. Я этим даббингом закрою сейчас то место, где мы с вами крепили хвостик. Любым блестящим элементом, пожалуйста, можно использовать и наборы, которые имеются. Теперь нам необходимо для того, чтобы сегментировать дальше тело, закрепить нашу леску. В качестве леску, проволоку, в качестве закрепляющего элемента, который будет сегментировать, я использую, как обычно, вот такой материал. Другой материал вы можете использовать, я вам уже его назвал. Это проволока и леска можете использовать. Подхватили, слегка закрепили, сильно не усердствуем. Сейчас мы будем крепить все элементы, которые нам необходимы. В качестве боковой линии, вот продается на лотках, я неоднократно показывал, и использую вот такую вот тесьму. Она сделана у нас по принципу плетения трубки, какую мы используем с вами для изготовления наших нахлыстовых мушек. И теперь мне необходимо, я отрезал определенный кусочек, который мне, в принципе-то, посчитал, будет достаточно. И нам необходимо теперь с одной и с другой стороны, строго, чтобы это было по бокам, не уходило ни влево, ни вправо. Вот так закрепить наш блестящий элемент. Это у нас при формировании тела будет в дальнейшем служить боковой линией. Проверим, достаточно ли длины. Она должна у нас вот так перегибаться и крепиться уже здесь у нашего колечка. И теперь аккуратно, стараемся никуда не увести наш материал. Хорошо, здесь теперь уже прихватим. Достаточно. В качестве основного тела, вот у меня остаются так же, как и у вас, вот такие вот остатки перьев. Я подготовил такое перышко. И теперь величина, скажу вам сразу, бородок существенно значения не имеет. Но желательно, конечно, подбирать перо, чтобы не сильно бородки наши выделялись из общего тела. Желательно так, чтобы было хотя бы, ну, немножечко больше до загиба. Полторы длины. Подхватили. Закрепили остатки материала. Оставляем нить у нашего колечка. Теперь мы с вами изготовим тело. Тело в данный момент, ну, не имеет какой-либо принципиального значения, так как оно у нас будет закрыто и нашим люрексом, и нашим пером. Поэтому любой материал, который вы сочтете для себя необходимым, пожалуйста, можете использовать. Я возьму из набора. У меня разные такие здесь, как я уже вам неоднократно показывал. Шерсти. Поэтому я выберу такой слегка светло-персикового цвета. Это у меня штапельное, получается, волокно будет. И за счет этого у меня тело будет значительно крепче. Взял совсем немножко. Вот так одну прядь. И как всегда, только до первого касания нашей нитки прокрутили, оставили и начинаем формировать нашу даббинговую веревочку. Учитывая то, что у загиба мы так уже достаточно с вами намотали, формируем почти цилиндрическое наше тело. Если надо, проходим по одному месту неоднократно. Добавляем еще. Очень удобный в работе материал. Практически и для стримеров, и для нимф. Податливый. И, как я уже рассказывал по материалам, есть выбор из толщины нашей пряжи, что мы можем для себя выбрать. Не доходим до колечка пару миллиметров. И здесь оставляем нашу нить. Вот так нам будет достаточно. Принцип изготовления мушки, это по принципу общеизвестного воли-багера. Но, учитывая то, что мы с вами еще и будем использовать технику мотуки, то есть у нас мы будем разделять с вами перо. Поэтому мы с вами выполняем обмотку. Достаточно, будем говорить так, плотными витками выберем для себя тот шаг, который необходимо для нашего тела. Ну, 4-5, я считаю, оборотов должно вполне хватить для того, чтобы мы изготовили свое тело. Теперь подходим к нашему окончанию тела. И здесь, в этом месте, уже все, видите, у меня подошло пуховое перо. Ровно до пухового пера остатки я удаляю. Если по каким-либо причинам у вас не хватило пера длины его, можно спокойно взять, закрепить еще дополнительно еще одно перо, и им выполнить уже окончательно обмотку. Удалили. Теперь нам необходимо с вами аккуратно, как есть вот находится, так у нас перышко, взять наше перо и слегка вот так пригладить, чтобы мы могли наши с вами наши с вами блестящий элемент подвести сбоку. Разрежем и аккуратненько если, допустим, извините, я забыл для вас сказать, если нет, я изготавливал стример, используя вот такую обыкновенную пленку, которая упаковочная. Стараемся не сильно примять наши бородки, подводим с одной стороны и подводим с другой стороны. Удерживаем. Подровняли наши бородки, посмотрели, чтобы у нас более симпатичное вышло тело. удерживаем в таком положении и подхватываем наш материал. Пару витков будет достаточно. И теперь для того, чтобы у нас не было здесь нагромождения материала, я совсем немножечко капну клея, дам возможность ему подсохнуть и только потом я удалю наши материалы, которые у нас образовались у колечка. От качества того, как мы сейчас с вами будем изготавливать другие элементы, будет зависеть и красота нашей мушки. Подождем немножко, пока схватится наш клей. Удалили остатки материала и теперь нам необходимо красиво просегментировать наше тело. я беру подравниваю волоски, которые попадаются так, чтобы не подминать бородки наших перьев. и выберем для себя шаг, с которым мы будем двигаться, чтобы симпатично засегментировать и закрепить наш материал. так как обычно изготавливается матука или же зонкер, вы уже знаете, как это делать. Выбираем определенный шаг и крепим наши перышки. 3-4-5 оборотов. Это уже не столь существенно, сколько выйдет по вашей конструкции. Главное, чтобы хорошо был закреплен материал. Подводим колечко и окончательно закрепляем материал. Его удаляем. Учитывая то, что нам необходимо здесь с вами будет еще выполнить опушку, и можно оставить вот в таком варианте, как есть. Но я обычно стараюсь немножко приукрасить, поэтому можете оставить как есть, изготовить уже окончательно головку для стримеров, скрыть лаком, и все будет у вас уже готово. Но я беру, у меня по остаткам вот есть такие разные перья. Я беру наше перышко, которое подходит по длине бородок, и закреплю его, выполним буквально пару оборотов на месте крепления. Можно использовать и другой цвет, как вам будет удобно. поэтому посмотрите по своим остаткам. Вот как раз мне ровно этих двух оборотов вполне достаточно. Закрепим наше перо и приклеим глазки. Приклеили глазки. Глазки мы тоже изготавливаем сами, как вы в курсе дела. И совсем немножко я нанес лака. Понятное дело, что головку надо будет формировать, еще больше наносить лака. И наш вот такой привлекательный стример готов к работе. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч!